Совершенство, Акшила Парупада говорит, частичное восприятие Господа как браман или сверхдуши, ну не всегда это является полным совершенством. Не всегда устраивает нас частичное исполнение желаний. Хотелось бы чуть-чуть получше, чуть-чуть вот так, вот так. Мы, конечно, довольствуемся тем, что у нас есть. А что делать? У нас просто другого шанса нет. Хоть так, спасибо. Ибо, если мы, благоразумные люди, хоть за это благодарим Бога, что хоть так оно исполнилось, а бывает хуже. Бывает вообще. Мы вчера читали комментарии к Шимадбхагу, там Кришна говорит, иногда мой искренне преданный, имея материальные желания, обращается ко мне. Но я же-то разумный, я, говорит Кришна, разумное живое существо. И я не даю ему возможности исполнить эти желания. Иногда даже я забираю все, что у него есть. Для нас экзамен, да? Тест. Искренне мы преданы или нет? Слишком мы страдаем. Конечно, Кришна, милостив, такие уроки не для всех, не для всех. Он добавляет, он добавляет одну интересную вещь. Он говорит, я даю прибежище своих лотосных столб. Это сладость, которая, этот вкус, который затмевает любые нами испытанные материальные наслаждения, все вместе взятые. Если вот их объединить, то мы даже и крупицей не почувствуем той сладости, того блаженства, которое мы испытаем от отношений с Кришной. Поэтому мы забудем о том, что у нас есть. У нас, ощутив эту сладость, нам уже не нужны будут материальные желания. Мы их уже забудем о них. Такова сила преданного служения. Но чтобы прийти к такому, нужно пройти какой-то путь. И Шила Парупада иногда говорит, ну, бхакти – это легкое путь. А здесь он говорит, нет, бхакти тяжелый. И йоги, которые сидят, пытаются отречься от этого мира в Кималаях. А они тоже иногда думают, что это легкий путь, потому что, а что тут такого? Просто берешь, делаешь что-то для Кришны, занимаешься, много ешь, просада – ничего страшного. Так смысл заключается в том, что йог, идя в Гималайи и находя себе пещеру, и погружаясь в так называемую, или, может быть, медитацию, ладно, в практику йоги, которая очень трудна на самом деле, даже Кришна об этом Аржуне говорит, тем не менее, Он не избавляется от ложного эго. А это значит, Он не избавляется от материального существования. А преданное служение помогает нам растворить или избавиться от ложного эго. Это сила преданного служения. Потому что я должен действовать, как? Ради удовлетворения Кришны. Все в этом мире действуют только для того, чтобы было мне хорошо. И даже концепция освобождения построена на этом сознании, на этом желании. Я хочу, чтобы было мне хорошо. Поэтому, хорошо, я приду к Кришне, но я хочу от Него получить богатство. Пик совершенства – это планета, где мы находимся с Кришной. И получаем от Него это богатство, пользуемся этим богатством. Я хочу, что там еще там, тело такое, как у Кришны, которое не болеет. Мы знаем, особенно в возрасте тело доставляет много беспокойств. Там болит, сам болит. Поэтому уже и богатства не хочется. Готов любые богатства отдать только, чтобы не болело. А у Кришны тело не болит. И туда, о, хорошо, туда хочу. И так потихонечку у нас вдруг возникает вопрос или такое желание, мотивированное желание, хочу для себя, ну, связано с Кришной. Человек получает освобождение. Но это еще не Пуруша Артха, не высшее совершенство. Высшее совершенство проявляется немножко в другом. Об этом учит нас Господь читание Магапрабху. Оно проявляется в том, что мы с любовью, вот именно с чувством и преданностью служим Кришне. Мы развиваем отношения с Кришной. И эти отношения, они основаны на нашей изначальной природе. Я слуга, я служу Кришне, я хочу, чтобы Кришна был счастлив. Концепция моего, я или для меня отсутствует полностью. Это называется чистое преданное служение. Таково принцип чистого преданного служения. Это постоянная деятельность ради удовлетворения Кришны, его экспансии и тех, кто связан с ним, в стремлении доставить ему радость. И там нету концепции ни материальной, ни желания удовлетворить, получить имперсональное удовлетворение, какие-то кармические деятельности совершать. И все, что мешает этому. В пятой песне Шимадбагаватам, в молитвах жители Джамбудвипы, они прославляют Джамбудвипы, говорят, мы вот полубоги, и мы так хотим родиться людьми в Джамбудвипе, в баротоварше. И они объясняют, почему. Говорит, потому что мы на этом месте, Кришна, верховная Личность Бога, являл своей лилой. И эта концепция, почему они так молятся, потому что они уже занимаются преданным сложением. Мы сразу не достигаем высшего уровня. То есть, другими словами, Вишнанача Квартакура объясняет, что преданный, который не просто хочет совершенства, попасть на Галоку Вриндавана, он все равно должен будет переродиться еще раз в материальном мире, но во Вриндаване. То есть, там, где Кришна являет своей лилой. Или, ладно, Господь, читание Махаправу. И там уже полностью обучиться этой концепции. То есть, чистой любви у людей, у тех спутников, которые уже с этой любовью служат Кришне. Поэтому, это не считается рождением материального мира, но, тем не менее, это тот способ, благодаря которому мы потом уже попадем во Вриндаван. На Галоку Вриндавана, который находится в духовном мире. Поэтому они молятся, мы хотим родиться здесь, здесь Кришна являл свои лилы. И они прославляют сначала человеческую форму жизни. Вот люди, они те, способные мыслить, у них есть разум, особая отличительная черта от других живых существ. Они способны видеть, определять плохое, хорошее. Они способны искать истину, в конце концов. Стремиться к совершенству. Но, говорит, из тех людей, вот мы жители райских планет, у которых жизнь, более того, говорит, еще за короткий срок, за короткий срок можно вернуться к Богу. Вау! Полубоги так посидели, они же, ну, математику наверняка знают. Полгода, это наш один день, год, это сутки, наши сутки, за 80 дней. Всего лишь. 80, ну, если 80 лет жизни взять, в среднем, 80 лет. За 80 лет можно совершенства достичь. Они такие, мы хотим, хотим сюда, хотим, к Джамбудвипу. Говорит, но они также говорят, что среди нас есть разные категории людей. Одни, которые хотят прийти сюда и обрести любовь к Богу, а другие, которые хотят прийти сюда накопить благочестия или использовать эту возможность, чтобы достичь совершенства. Именно поэтому мы можем видеть, что даже во всех религиозных обществах в основном это мы сейчас говорим о любви к Богу, и то ее не все понимают, и то не все к ней стремятся. Некоторые, как говорят, зачем она? Есть и другие возможности вот попасть и наслаждаться там богатством с Кришной на других планетах. Тоже неплохо. Но Господь читания Магапарабул немножко другое принес. Он принес самую высшую форму отношений с изначальной формой Господа, Кришной. И тут нам решать. Мы сами для себя можем определиться с этой целью. Что я хочу? Пожалуйста. Кришна нам поможет достичь любой цели, если мы будем связаны с Ним. Если Друбам гараж захотел достичь, получить планету, которая царство, которое превосходит царство его деда, то есть Брама, он получил духовную планету. Пожалуйста. Потом он, конечно, винил себя за это. Говорит, вот я такой был, глупый. Но тем не менее, он получил духовную планету. Пожалуйста. Мы определяемся, что мы хотим. Что мы хотим, то мы и получим. Но мы должны знать, что само по себе чистая бхакти по отношению к Кришне очень редкая вещь. И она не просто так задается. Нужно два условия. Преданность и желание и милость Кришны. Но мы можем предположить, что Господь Чайтаня уже с этим настроением, с желанием дать эту милость пришел. Осталось одно условие для нас. Наше желание. Но это желание, чтобы это возникло, чтобы эта цель сформировалась в нашем сознании, очень важно обретать знания. Ну, конечно, самое лучшее это общение. В общении, в общении с людьми, которые понимают это, мы обретаем эту ценность. Только так. По-другому никак. Может быть, есть в шастрах описаны ценности, которые связаны с этой целью. Но даже будучи калиюжными жителями, для нас это, ну, если быть честным, то мы даже не всегда книги читаем каждый день. Шимад Бхагавату, Бхагавадгиту, не говоря уже о двух часах, которые нам рекомендовал, можно так сказать, настоятельно рекомендовал Шила Прабхупада. Поэтому нам тяжело, у нас нет такой концентрации сознания. Ну, а как тогда у нас проявится Кришна в нашем сознании? Каким образом? Хорошо. Мы затронули вчера тему на лекции, сегодня с преданными общались, тирана, пробовал, описывая историю Барата Махаранджа. И там описано такое состояние смирения. почему будучи великой душой Барата Махаранджа, находясь на уровне Бхавы, это очень высокий уровень, и очень редкий достижимый на самом деле уровень для материального мира. Это говорит о том, что это необычная душа. Решебадев, его отец, когда оставлял свои обязанности, он вызвал всех своих детей, у него было сто детей. у него были категория браманов, категория югендр, потом у него были кшатрии и там какие-то другие, он всех вызвал и говорит, я ухожу, дал им всем наставление, и говорит, но всем, всем вам, живым существам, в этой вселенной нужен духовный учитель. Нужен духовный учитель, поэтому я вам, он тоже там делает несколько стихий, говорит, пожалуйста, вот Баратамагараш, следуйте за ним. И он уже, сам Господь определил его как великую личность. А потом Баратамагараш тоже оставил свои обязанности, отправился в лес и в одной из прекрасных дней сидел на берегу реки и медитировал умному боговат и вас судей вая. И вдруг он увидел картину, подходит олениха беременная попить воды. И вдруг из этой части, чаще недалеко она слышит рык тигра. И она от страха перепрыгивает, перебирается через эту реку, плод выпадает и плывет по течению. Она перебирается на тот берег и от страха, видать, от того, что произошло, страх, плюс ребенок погиб, она не выдерживает и умирает. И Баратамагараш все это видит. Или олененок маленький, Магабхагаваты или люди, находящиеся на уровне Бхавы, во всем видят проявление Кришны. Это одно из их очень самых важных аспектов их мировоззрения. Они видят во всем проявление Кришны. Они видят душу во всех живых существах. Например, первая песня начинается с молитвы и заканчивается как Димаи. Я медитирую, я сосредотачиваюсь, я думаю, о верховной личности Бога. Но чтобы в нашем сознании, вот как мы хотим же, что преданные приходят сюда, мы хотим заниматься практикой, мы же хотим видеть Кришну во всем. Мы хотим видеть Кришну в божествах, мы хотим видеть Кришну в ситуациях и вообще хотим видеть Кришну. Прохлад Магараш медитировал, говорит, он Кришна там заботился о нем. Там описано в седьмой песне так, что в этой медитации, когда Кришна уходил, он начинал плакать. И Кришна приходил и давал ему какие-то там фрукты или не знаю, что он там ему давал. И Прохлад Магараш только тогда успокаивался. Процесс медитации. И мы там объясняется, что в этом стихе, что в девятнадцатом стихе или в двадцатом стихе точно такое же практически объяснение уровня Васудевы. Это Симатбхагаватам, которые мы читаем. В субботу, по-моему, читал. В субботу читал в Раджабхакти. Он читал. Там описано уровни Васудевы. Уровень Васудевы это чистое сознание. Когда я медитирую на Кришну, давайте так, я начну с простых вещей, то есть попроще объясню. Когда я внимательный, я свое внимание, вот внимательность, у меня есть такое чувство внимания, сосредотачиваю на Кришне. Вот если бы мы так внимательно читали Джапу, то мы поняли, что святое имя неотлично от Кришны. Мы поняли, что там у него есть качество, он личность, и у него даже игры совершает. Все это благодаря сосредоточенности или вниманию, внимательности. И когда мы сосредотачиваемся именно на Кришне, на Васудеве, это называется чистым сознанием. Это чистое сознание есть совершенство, о котором говорит Кришна. Способность видеть Кришну во всем и себя видеть, как его слуга. Это совершенство. здесь уже возникают отношения с Кришной. Но нам нужно это чистое сознание, мы как-то должны к нему прийти, к этому чистому сознанию. И у нас есть, мы знаем, как достичь совершенства, Кришна объясняет, все мы знаем, что есть бхакти, что сарва дарма паритежа, бхактиатва мананья шакья, махам вам видорджуна. Все мы знаем. И что такое бхакти, сосредоточенности или внимательности на том, что мы делаем. Поэтому нам тяжело, чтобы наше сознание проявило, проявился Кришна. Кришна говорит, Шилатурпада объясняет, в чистом сознании шуда сатвы или сознании васудевы проявляется Кришна. Только в таком сознании он проявляется. Вот как только мы будем сосредоточены на Кришне и первый этап может быть этой сосредоточенности проявится в том, что если мы будем стараться, мы увидим, что этот мир очень взаимосвязан. Здесь все происходит не просто так. Или это называется постижение Брамана. Более глубокая сосредоточенность мы увидим, как сверх душа в каждом живом существе проявляется и я очень тесно связан, потому что сверх душа двигает и как Шила Парупада, ну или нам объясняют Ачарии и Шила Парупада в частности и Шастры, Кришна говорит, я исполняю желание. Она говорит, Кришна исполняет желание, как сверх душа, Он дает возможность исполнять желание. Но мы уже с вами сказали, что иногда Кришна, видя искренность преданного, не всегда исполняет желание, наоборот, делает так, что Он теряет что-то. А иногда исполняет. Но какое желание? Если преданный сосредотачивается на материальных желаниях, то Кришна может поступить, как забрать или не исполнить Его право. Он разумный человек. Но если мы сосредотачиваемся на служении Кришне, что остается делать Кришне? Он счастлив. этого Он и хочет от нас. И знаете, как Он хочет ступить отношения? Он сопровождает нас, находясь в нашем сердце всегда. И Он ждет, Он наблюдает и ждет, когда это живое существо пробудится от этой иллюзии, обратит внимание на него, то есть проявит сосредоточенность. И тогда Кришна начинает проявляться. У всех есть опыт. Если мы хотим что-то понять, и мы сосредоточены, мы хотим что-то, как только мы сосредотачиваемся на молитве, на Кришне, как-то само собой. Вот кто любит читать книги, он может что-то прочитать и не понимает. И иногда наше невнимание говорит, да ладно, не понял, так и не понял, пойду дальше. Особенно неинтересно читать о творении этой вселенной. Все равно трудно. Что-то можно понять моим умом. Но пытливый человек, Кришна говорит, оказывается, чтобы понять истину, нужно быть еще пытливым. Тадвиди пронепытына, пари прошны насавая. Нужно обратиться к тому, кто понимает. Но для этого у меня должно быть желание. Я хочу постичь Кришну в этом аспекте. И тогда с одной стороны меня Кришна вдохновляет. Шила Парупада часто говорит, что как только преданный человек созрел и у него появилось желание духовно совершенствоваться, Кришна посылает ему духовного учителя. Хотя немножко в другом стихе Браманда, Брамита, Икона, Бхагава, Джива, Гуру Кришна Прасады Пая, Бхакти Лат Абиджа, там говорится, что живые существа, путешествуя в этой вселенной, иногда попадают на движимые свои кармы, иногда попадают на высшие планеты, иногда на низшие. Но среди многих этих живых существ, скитающих по этой вселенной, пишут удачливые, а иногда удачливые тоже подходят. редкий счастливец, редкий счастливец, иногда говорят, редкий счастливец, встречает на своем пути по милости Кришны Гуру. И тогда Кришна и Гуру и Духовный Учитель садят его в сердце Бхакти Лат Абиджа. Это вера, вера в Кришну. Бхакти Лат Абиджа, это вера. Другими словами, но это вера, это зачаточная часть, это зачаточная, как бы, это семя Бхакти или семя любви Кришны. Поэтому каждый Вайшнав обладает любовью. Каждый. На своем уровне. Он обладает любовью. И он может кому-то дать веру, если он только находится, он обладает. Кому-то может дать вкус. Он может дать. Поэтому мы ценим Вайшнав а не носители Бхакти. Именно по этой причине. Мы не спускаемся на телесную концепцию. Мы тоже сегодня обсуждали. Он такой, то неудавшаяся, то у него не получается. У него вера в Кришну есть? Есть. За это мы можем его ценить. Но если мы не можем взять что-то от него или у него нет такой способности, мы так считаем, может быть. Хотя Вайшнав это тот, кто всегда найдет нектар. Можешь пчела. Он подумает, у этого преданного есть вера. А о себе он думает, как? А у меня ее недостаточно. поэтому он будет служить и молиться ему пожалуйста, чтобы у меня хоть тоже дай благослови меня, чтобы у меня тоже такая вера была. Может этот преданный там еще и ничего не понимает и может быть, но сам по себе преданный о себе думает таким образом, что он недостойный. У него нету того, чего нет. Он всегда плачет. Как мы сейчас читаем с преданными Мановендра Пури, оставляя тело, он плакал и говорил, о, я настолько неудачливый, что я не успел развить любой крады и Кришни. И пришел, и там был Ишвара Пури, это был учитель, Чайтани Магапрабу, и пришел еще один ученик Рамананда Пури, Рамачандра, да, Рамачандра Пури, извините, Рамачандра Пури, и начал говорить, ну ты же образованный человек, ты знаешь, Браман, чего ты вообще скорбишь? Иногда преданные думают, что они не могут проявлять сострадания, жалости, они какие-то такие, особенные, не скорбят и ничего не желают, им все равно. Нет, преданные очень эмоциональные люди, потому что у них есть любовь к Богу, у них чистое сердце. Знаете, когда Кришна говорит Аржуне после того, как Аржуна начал сокрушаться, вот, я не хочу, ну зачем, ну то это, и он проявил такую якобы слабость, но Кришна заметил в этом настроении, что он готов отказаться от всего, он говорит, на самом деле ты достигнешь успеха, ты совершенная, ну, ты, как он говорил, ну, так или иначе, ты достигнешь совершенства, и он делает акцент на чем, потому что у тебя есть определенная в сердце предрасположенность к этому, проявлять сострадание, проявлять какие-то качества, те, которые есть в изначальной душе, поэтому ты достигнешь успеха, ты благочестивая душа, поэтому единственное, что он его чуть-чуть подправил, мы относим это настроение или это сострадание к душе, и это не потому, что там неважно тело, просто преданный немножко глубже видит, он понимает, и он общается с личностью, и Кришна также общается с личностью, то есть душой, для Кришны тело это что такое тело вообще без души, и кто такие мы, Рамарупа рассказывал, вот так вот спросить, кто я, вот кто сейчас там сидит на лекции, мы скажем, я, а кто я такой-то, да, точно, точно, у нас есть имя, у нашего тела есть имя, да, но это связано с телом, а я-то кто, а ум может быть не на лекции, кто его знает, ну где-то там гуляет, что-то делает, так кто я, ум, тело, а чувство третьего, да, но я душа, я душа, я душа, сознание, и вот это вот сознание, дьямаги, его нужно научиться, его практика йоги, или связи с Кришной, связь, йога, это связь, или в васу, дэва, чистое сознание проявляется в том, что мы, это сознание, наше сознание, способность сознавать, связываем с Кришной, это чистое сознание, тогда будет проявляться Кришна, тогда мы будем видеть Кришну во всем, будем видеть душу, и у нас проявится очень важное качество, мы будем, у нас будет отсутствовать естественным образом чувство двойственности, которое выражено здесь, мы не будем видеть разницу между, как это, между, во всем, в разных телах видеть душу, то есть у нас не будет чувства враждебности, мы будем одинаковы, это один из таких моментов, где мы будем одинаково относиться ко всем живым существам. Это нелегко, это говорит о определенном уровне сознания. Для нас сейчас это табу, для нас есть враг, друг, агрессор, родственник, все что угодно. И это наше такое восприятие. И может на каком-то этапе нашего сознания это правильно. Дарма Шастра объясняет вот так вот, вот так вот должно быть. Но само по себе в Бхакти Шастра объясняет немножко другое. Для того, чтобы увидеть или прийти к этому пониманию, нужно осознать, что я душа. И что душа тот, кто находится рядом со мной. И кроме сострадания, истинного сострадания, что душа, даже если она ведет себя, а мы тут все ведем себя странным образом, и мы это хорошо понимаем, но иногда мы, видя, что другие ведут себя странным образом, а у нас есть немножко знания, чуть-чуть, что так неправильно, то мы начинаем думать, ну вот они все плохие, а я? уже достигши совершенства или еще нет? Ну по крайней мере на пути, да, я на пути, и я уже что-то знаю, это хорошо. И преданный, когда что-то знает, праупад говорит, знаете вы что-то, идите и объясняйте другим. И в этом наше сострадание. В этом проявляется наше сострадание ко всем живым существам. А Кришна говорит в 11-й песне, тот, кто делает эти вещи, идет и рассказывает другим проповедуемые славы, я иду по стопам этого человека. То нам говорят, идите по стопам кого-то, а тут Кришна сам говорит, я иду по стопам такого человека, поддерживаю его, я его всегда защищаю. И когда он говорит, я защищаю моего преданного, он говорит не о теле, потому что Кришна для него тело, это какое-то, ну Кришна никогда не впадает в невежество, он не считает тела личностью. Тело это машина, это инструмент. Но Кришна создал его таким сложным, что нам разобраться очень тяжело, мы-то, так действует ложное эго, мы так отожисляем себя с этим телом, таково наше сознание. Но Бхакти очищает наше сознание и поначалу мы, может быть, какие-то вещи не понимаем, что такое Пуруша, Артха, высшее совершенство, но находясь в сознании Кришны в обществе преданных, общаясь с ними, которые делятся с нами опытом, потихонечку мы накапливаем, пускай для нашего исчала, мы накапливаем, давайте так скажем, может быть, группа Агьято Сукрити, неосознанное, неосознанное предное служение совершенно, накапливаем это вот Бхакти, но связано с Господом, который в конце концов проявится так, что у нас четко сформируется цель жизни, что мы должны делать, как мы должны делать, и при этом, как только наша вера оказывается, окрепнет, потому что вера является источником решимости, и вас аятмика будхиир, вера, когда мы начнем понимать, какова наша цель, по-настоящему понимать, поверьте, тогда для нас служение станет жизненно необходимым, а не так, и это мы уже поднимемся над уровнем просто религиозности, или вот этого настроения использовать Кришну ради своего благополучия. Харе Кришна, я чуть-чуть затянул, но у нас еще есть пару минут на вопрос. ну давайте, ну давайте, маты же, потом нафи. Мари Кришна, спасибо большое, Кришна Прабу. Я вот не понимаю, и уже давно не понимаю этого момента, вот объясните, пожалуйста, вот, если, если преданный, человек получил освобождение и попал на планету, он хотел на планету, на одну планету с Кришной и наслаждается богатствами Кришны, или тело такое, как у Кришны, но он же на одной планете с Кришной, он же видит Кришну, что там нет любви у него между Кришней, то есть он хотел все-таки богатства, но он видит же Кришну, что не возникает любовь, какие отношения там? любовь там есть, отношения такие есть, он может находиться с Кришной, вот как Джай-Виджай, там быть рядом с Кришной, иметь такое же тело, охранять Кришну, общаться с ним. Но это любовь? Это любовь, на уровне, да, мы знаем, любовь мы подразделяем на пять основных рас, да, Шанта, Даси, и вот на Вайкунхе присутствует, ну, по крайней мере, говорят, что есть еще Даси с плюсом. То есть, как у Удговы, есть еще такой, даже может быть, он слуга, но есть еще такие близкие, как бы, примерно, похожие на дружеские отношения. А на Галоке? А на Галоке там уже другие есть, там все расы присутствуют, но основные, это... нет, это тоже считается освобождением. Просто мы говорим, а если даем определение, какое самое высшее освобождение, то есть, просто попасть на Вайкунху, это одно, а есть еще и желание служить Кришне, находиться рядом с Ним. Это уже не желание освобождения было, а... Это тоже считается освобождением. Это тоже считается освобождением. Ну, чисто любви нет, да. Давайте так. Что не понял? Все равно не поняла. Любое, если живое существо попало на планеты Вайкунх, это считается освобождением. Просто отношения с Кришной могут немножко различаться. И Господь Читания Махапрабу, в отличие от того, чтобы все люди стремились к освобождению, дал нам возможность приблизиться очень близко к Нему. Быть его другом, родителем или даже невестой. Я шучу. Спасибо. Напхи. Напхи, напхи. Харьи Кришна. Можно поподробнее рассказать о том, какая разница между духовными и материальными эмоциями? Являются они противоречащими друг другу? Или они помогают друг другу? То есть, они конфликтуют, не конфликтуют? и поскольку то, что такое материальные эмоции, чьи-то, я говорю, чандраки, или анан-балдерсабадраки, или... Даже не знаю. Что такое материальные эмоции, мы в курсе, да? то есть, все их испытывают. Останутся ли они у нас, когда появятся духовные эмоции? Или материальные должны исчезнуть? Остаться только духовные? Ну, я скажу вкратце, потому что сейчас Киртон будет. Если что, мы с тобой потом обсудим это. Когда душа очищается, ну, то есть, как бы, живое существо очищается, сбрасывает оковы этого грубого и тонкого тела, то в его изначальном состоянии проявляются чистые эмоции. И эти все эмоции, которые связаны с материальным... Материальные эмоции имеют один фактор, который отличает их от духовных. Эти эмоции связаны, что я хочу ими наслаждаться. А духовные эмоции направлены на удовлетворение Кришны, на служение Кришны. Харе Кришна! Субтитры создавал DimaTorzok,